Меня зовут Мария Александровна Сенина, я сотрудник Государственного музея политической истории России. И за моей спиной расположен портрет человека, который во многом изменил мир, изменил послевоенную историю мира, Европы. Человек, который умирает в 1953 году. На портрете мы с вами видим решетку, решетку, которая во многом символизирует то время, которое мы называем временем товарища Сталина. И на этой решетке, внутри этой решетки, мы обращаем внимание на проем, который во многом символизирует и то, что после смерти Сталина изменилась не только внешняя политика Советского Союза, но изменилась внутренняя жизнь людей, которые, безусловно, раскрепостились. Они разорвали эти оковы и могли позволить себе в первую очередь быть людьми. И сейчас мы с вами поговорим о той книге и о том авторе, о человеке, который дал название целой эпохи, может быть, одной из самых благотворных в культурной истории России, Советского Союза. Это книга, которая называется очень теплым русским словом «оттепель». Автор этой книги Илья Эренбург, один из известнейших советских писателей, человек, имя которого во многом ассоциировалось с Советским Союзом. Илья Григорьевич Эренбург – один из самых любимых журналистов, корреспондентов «Рабочей газеты», «Красной газеты» во время Великой Отечественной войны. И по воспоминаниям большинства солдат, офицеров периода войны именно в статье Иренбурга, статьи Иренбурга никогда не использовались для того, чтобы сворачивать самокрутки во время войны. Настолько солдаты, офицеры любили этого человека. И действительно, имя Иренбурга во многом будет неразрывно связано с событиями Великой Отечественной войны, продолжение которой, безусловно, найдет и свое отражение в этой повести. Повести, о которой мы с вами стали говорить, это «Ковесть Оттепель». Многие могут спросить, а зачем же читать эту повесть? Прошло столько времени, есть много и других замечательных произведений. Наверное, одним из самых популярных до сегодняшнего дня русского человека является немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. А тем не менее, именно эта повесть «Оттепель», она действительно сможет как исторический документ, можно сказать, познакомить современного читателя с теми мыслями, с теми чувствами, с тем настроением, с которым после смерти Сталина в новую эпоху вошли эти люди. Повесть была задумана, как мы уже стали говорить, в конце 1953 года, во многом переломного в политической истории страны, поскольку 5 марта 1953 года умирает товарищ Сталин, начинаются, безусловно, изменения в политической жизни страны, но самое главное, начинаются изменения и общественные. И вот первым человеком, первым писателем, который почувствовал эти общественные изменения, и через повесть «Оттепель», через характеры персонажей попытался донести вот те изменения, которые будут в дальнейшем связаны с широкой амнистией, обращением к человеку, строительством новых домов, они будут связаны именно с этой повестью, которая получила название «Оттепель». На самом деле Илью Григорьевича Эренбурга критиковали. Критиковали коллеги на втором съезде писатели, говорили ему о том, что от названия этой повести на самом деле пахнет сыростью и гнилью. Упрекали его в том, что он противопоставляет предыдущую героическую пафосную эпоху с тем временем, в которое переживали современные, его современники, коллеги. На самом деле сам Эренбург, обращаясь к слову «Оттепель», всегда приводил в сравнение и просил обратиться прочитать словарь русского языка под редакцией Ушакова. Говорил о том, что само слово «Оттепель» в первую очередь означает потепление во время зимы или первое апрельское тепло, которое приходит на смену зимы. И вот именно эти потепления во внутренней жизни страны, потепление, которое, безусловно, изменило жизнь людей, найдет свое отражение в повести. И несколько слов о этом произведении. Главным героем этого произведения является инженер, фамилия которого Каратеев. Это, безусловно, очень цельный человек. И именно его личность будет противопоставляться тому узкому бюрократизму, каким-то волюнтерастическим представлениям о том, что такое производство. Именно Каратеев станет новым человеком, человеком «Оттепели». И рассказывая биографию этого человека, обращаясь к биографии этого человека, и Эренбург, и все советские люди могли угадать и узнать во многом самих себя. Ну, например, Каратеев, вспоминая о себе, говорит о том, что он был в десятом классе, когда пережил первое большое испытание. Осенью 1936 года его отчима арестовали. Утром он встретил возле дома своего лучшего друга, Мишу Грибова. Каратеев его окликнул, хотел поделиться горем, спросить, как ему быть. Но Миша насупился и, ничего не сказав, перешел на другую сторону улицы. Вот эти намеки, которые будут рассыпаны в биографии главных героев, эти намеки будут узнавать советские читатели этой повести. Они будут узнавать и вспоминать о том, что их отца, их деда, их брата, их родителей могли арестовать в конце 1930-х годов. И они будут узнавать тем самым самих себя. Дальше Каратеев оказывается на войне. И это очень важная, неотъемлемая часть этой повести. Именно фронтовики, именно те люди, которые прошли войну, именно они будут людьми, которые будут восстанавливать совершенно разрушенную экономику после войны, именно они станут главными людьми в 1950-60-е годы. Они не станут потерянным поколением, как поколение героев Олдингтона, Ремарка, Фитт, Жеральда, Хемингуэ. Они будут, безусловно, втянуты в социалистическое строительство, в другую жизнь, в иную, уже не военную повседневность. И действительно, большинство героев этой повести будут так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Это и Каратеев, и одна из героинь, врач Вера Григорьевна Шерер. И, кстати говоря, даже отрицательный персонаж этой книги Журавлёв, который тоже будет фронтовиком, который воевал под Оржевом. Вот эта тема войны, разбросанной на страницах повести, которая, безусловно, будет тоже узнаваема и понимаема советскими читателями. Ну и, наконец, второй очень важный момент, который будет связан с главным героем этой книги, это любовная история. И очень многие историки и люди, которые просто обращаются к этому произведению, они в первую очередь знают о том, что Отцепель – это повесть о любви. На самом деле, любовь действительно является таким определенным, не катализатором, конечно, но она, безусловно, определяет будущие политические изменения, которые произойдут в стране. Потому что, на самом деле, эта повесть будет связана с тем, что еще одна главная героиня, Лена Журавлёва, уйдет от своего мужа. И вот эти ее внутренние изменения, ее нежелание жить с мужем-бюрократом, ее любовь к главному герою Дмитрию Сергеевичу Каратееву, они станут действительно вот таким внутренним освобождением человека. Поэтому, если говорить о литературе периода Отцепель, именно вот в этой повести будут разбросаны не только намеки, связанные с биографией главных героев, здесь не только будут воспоминания фронтовой действительности, фронтовой повседневности, влияния войны на жизнь людей, но и третий очень важный момент, действительно, вот эти политические изменения, они будут, безусловно, связаны с внутренними душевными изменениями главных героев этого произведения. Обращаясь к повести, нужно сказать о том, что каждый герой этой повести, он, безусловно, является и такой неотъемлемой частью и характеризует очень многих героев периода советской литературы. Ну вот, например, еще один главный герой – это старый революционер Андрей Иванович Пухов. Именно в 1950-е годы, когда начнется обращение к нормам и к настоящему Ленину, когда будет напечатано и опубликовано завещание Ленина, действительно, это обращение к героическому началу русской революции, гражданской войны, она тоже проявится и в том числе и в этом произведении, и во многих других фильмах периода оттепели. Но лучше всего Пухов, это вот старый революционер, себя чувствовал с молодыми. Может быть, потому что сохранил в душе юношеский пыл. Может быть, потому что свыше 30 лет проучительствовал и привык к подросткам. Он понимал и страх перед экзаменами, и драмы первой любви, и наивные мечты о славе. Вот это ощущение юношеского пыла и того, что этот юношеский пыл старый революционер передает уже новому поколению. Это тоже будет характерной чертой эпохи оттепели, о которой мы с вами говорим. И кроме еще главного героя, кроме человека, который передает вот этот юношеский пыл, нужно сказать, что таким лейтмотивом этой повести, который проступает постоянно, является обращение Ильи Оренбурга к погоде. И когда мы начинаем рассказывать и читать эту повесть, перед нами Волжский город, перед нами глухая зима, которую видят герои за окнами своих домов, за окнами своего завода. Погода совпадает, как в произведениях Александра Николаевича Островского и русских драматургов, писателей, погода, которая совпадает с внутренним душевным миром, преломлениями, изменениями этого мира, главных героев произведения. И завершается произведение, опять-таки, тоже обращением к погоде. Смешно, сейчас Вера придет, а я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу, Вера, вот и оттепель. И вот этот лейтмотив, который проходит по, действительно, всей повести «Оттепель», он, собственно, и завершается тем, что два главных героя, они прогуливаются по улице и говорят о том, что да, здесь еще холодно, застоялась зима, темно как, а с улицы доносятся голоса детей, гудки машин, шум весеннего дня. Ну и нужно сказать, что, конечно, ключевым, почему мы выделили главного персонажа, мы говорим, что это Дмитрий Сергеевич Каратеев, нужно сказать, что именно он произносит такие главные слова в этой повести, слова, которые, собственно, подходят и этой эпохе, эпохе оттепели, да и вообще такому воспитанию, миропониманию, мировоззрению советского человека. Главный герой задумывается, ну как воспитать чувства? Наверное, трудно. Вырастить виноград в Крыму не штука. Это все равно, что сделать и Савченко, одного из героев произведения, честного человека. А нужно взять дичок, молодого Журавлева, этого главного отрицательного персонажа, и привить ему совесть. Виноград в Якутии трудно, но возможно. Горением, чутьем волей воспитать настоящего человека. Народ наш совершает изумительные подвиги, о нем справедливо говорят герой. Нужно, чтобы и каждый отдельный человек был таким, чтобы каждый отдельный человек был героем. Ведь Журавлев участвовал в общественном подъеме, заражался им. И у Ржева, и здесь, когда начался пожар, мы много занимались одной половиной человека. Вот это обращение к той эпохе, которая противопоставляется оттепле. Мы много занимались одной половиной человеку. Мы занимались тем, что это человек-строитель. Мы воспитывали из него человека-строитель. А другая стоит невозделанная. Получается, в избе черная половина. Помню, подросткам я читал статью Горького. Он писал, что нам нужен наш советский гуманизм. Вот это, наверное, один из главных внутренних монологов этого героя Каратеева, который обращается ко всему советскому обществу. Советский человек стал строителем. Но насколько гуманист? В какой степени гуманист и этот строитель? Поэтому он и пишет. Он писал, что нам нужен наш советский гуманизм. Слово как-то исчезло. А задача осталась. В то время она была предвидением, а теперь пора за это взяться. И вот главный герой, который действительно в прошлом пофронтовик, человек, который пережил репрессии своего отчима в 1936 году. Именно вот этот человек, и особенно я обращаю внимание на Великую Отечественную войну, эту составляющую часть этой личности, вот именно такой человек становится советским человеком, советским человеком-гуманистом, на плечах которого и будет лежать вот эта целая эпоха. Целая эпоха, время удивительное, которая получила название по повести Эренбурга «Оттепель». До сегодняшнего дня, если человек хочет узнать, каким был советский человек, он должен обратиться к этой повести, безусловно, великого человека, прекрасного писателя Ильи Григорьевича Эренбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова